Денис, приветствую тебя. Привет, привет. На очередном дне разбора полетов по ситуации на финансовых рынках. С точки зрения фундамента, именно с этой позиции я обещаю, сегодня довольно интересная торговая сессия. Вообще-то перед Страстной Пятницей, перед затяжными выходными, сегодня еще и заявки на пособие по безработице, отчет, который обычно все игнорируют, но сейчас он важен, поскольку является одним из лучших индикаторов влияния коронавируса на американскую экономику. Ну и сегодня, конечно же, заседание ОПЕК. Уже столько было сказано везде про это заседание, столько слухов, столько воды у тепло и так далее. Сценариев тоже миллион. Но опять же, если ты не против, если ты видишь какие-нибудь интересные возможности, сегодня можем затронуть и тему нефтяки. Конечно, я только за. Ну, супер. Супер. Давай тогда не будем терять времени. Передаю тебе слово. Да, благодарю. Сейчас делаю показ. Ага, замечательно, меня уже видно. И эту бегающую девушку тоже. Так, сейчас хотел бы, кстати, прежде чем начнем, вот маленькие такие коррективы сделать. Значит, по фунту. Я вчера еще утром перевернулся, так как на самом деле, ты помнишь, в прошлый раз мы с тобой размечали у тебя с точки зрения фундамента, у меня с точки зрения техники. Причем я вижу, что действительно это было более чем обосновано. На продаже висели вот 1.23.60. Я их закрыл в небольшой плюс, потому что мне крайне не понравилось вот это вот снижение вниз, которое шло вообще без какого-либо импульсного составляющего. И плюс ко всему по кумулятиве я увидел еще вот такую, вот оно, точнее, вот такой вот канитель. Ее получше будет видно сейчас на часовом графике. И, в принципе, мне это очень сильно напрягло, потому что, как правило, когда формируется добойный разворот, а кумулятива, она либо практически нейтральная, как сейчас, либо все-таки чаще положительная. И мне вот это крайне не понравилось, потому что она двигалась вниз и при этом вообще не подавала признаков на разворот. Поэтому пришлось небольшой плюс буквально закрыть продажи, и сейчас у меня абсолютно другое мнение по фунту. Я считаю, что все-таки буду стараться добивать вверх, причем добивать достаточно прилично. Вот. Ну, это так, вкратце просто по фунту, по поводу прошлого анализа. Нефть мы с тобой сейчас посмотрим. И вот евро хотел показать. Евро еще с самого начала недели у меня исключительно лонговый сценарий, на самом деле. То есть здесь была у меня мысль о том, что, может быть, дойдут до дальней зоны, так как здесь месячные границы рынка находятся, точнее, их премии. И плюс ко всему на протяжении всего пути от месячные премии прямо разбросаны здесь и большое очень количество. Но как-то сам момент, когда произошло данное накопление, выход с него вверх, подход в зоне продавцов совместно с опорниками, вот тоже бедные опорники, вот раз, и вот свеча ее верхняя граница два. То есть с первого раза не прошли, как правило, что делают? Формируют техническую коррекцию в область, в которой произошел выход, и затем новый импульс вверх. Поэтому я пока что больше все-таки придерживаюсь сценария лонга именно по евро. И сейчас еще гляну. Так, здесь у нас что? Ну, в принципе, разнонаправленность некая есть по кумулятиве. До этого на растущем рынке была у нас отрицательная, то есть фактически здесь фиксировали частично покупки, поэтому увидели коррекцию. Сейчас смотрю, уже идет лонговая. То есть происходит также до набора позиций на покупке. Посмотрим. Если это действительно будет так, то мы можем увидеть очень неплохую картину в виде роста вверх. Альтернативный сценарий, в принципе, он не сильно будет отличаться, но все же, на всякий случай скажу, заключается в том, что могут сделать обновление минимума вчерашнего. То есть цена может идти где-то в район 1.08.20, где-то приблизительно в эти края, потому что, точнее здесь сказать невозможно, это все один большой крупный диапазон. И затем с него выйти вверх. Но это альтернативный сценарий, особенно учитывая то, что цена все-таки от одной второй маржиналки отскочила дважды, плюс делала локальное перекрытие внутреннего сегмента, то суммарно я все-таки считаю, что при пробое данного опорника вверх остается только лонговый сценарий уже без обновления минимума. Поэтому, скорее всего, пофлайтинг. Вот уже, как ты правильно сказал в начале брифинга нашего, что сегодня данные по безработице. Хотя, если честно, я думаю, никого этим уже не удивят, потому что данные, которые были в прошлую пятницу, были просто катастрофически разрушительными. Но, тем не менее, рынок вообще плюнул на них в особой борьбе. Но посмотрим, может, на этот раз как-то немножко по-другому ситуация поменяется. Тем более, если для баксов они будут отрицательные, то тем более, когда будут повторяться технические варианты. Что касается нефти, я придерживаюсь все-таки своего варианта, который на прошлом нашем брифинге во вторник высказал. Заключается в том, что цена зашла в область сильной достаточной поддержки. Даже была мысль ее вот здесь подобрать на 22,60. У меня изначально здесь стояла лимитка. Думал, ну, что попытается все-таки еще ложняк вниз кинуть. Вот. И отсюда уже подобрать нам в лунге хотя бы в район тридцатки. По факту, когда уже увидел, что фактически ударяется об один уровень, ну, это уже на более младших смотрел, и появлялись откупные объемы, то, соответственно, я решил, ну, ладно, маленьким лотом я совсем по мелочи вошел. Особенно учитывая тот факт, что у нас на протяжении, вот смотри, когда произошло данное падение вниз, получается, позавчерашний день, ну, в общем, с начала недели и вплоть до позавчерашнего дня, у нас самый крупный объем на протяжении падения был вот в этой свече. То есть, что это называется? Это кульминация продаж. И когда у нас в ближайшие пять свечей, как правило, появляется реакция после кульминации и перекрывает данную свечу, ее диапазон вверх, который смотрится исключительно по закрытию тела свечи, то здесь я принял решение о том, что, скорее всего, будет делать кульминацию максимум, вложенный пробой вниз еще и дальше вверх. Поэтому, когда цена просто опустилась и начала вот здесь вот уже некую продорговку делать и снова начали проявлять себя покупатели, просто на 24 купил, стоп под минимумом 50 тиков и получился. И относительно того, что здесь у меня ближайший тейк все-таки на расстоянии 600, поэтому 600 против 50, подумал, 12 к 1, в принципе, соотношение должно быть неплохое. Поэтому я буду все-таки стараться удерживать данную позицию. Влог выбьет, ну, черт с ней выбьет, ничего страшного. Если не выбьет, то, блин, тогда вообще прекрасно все будет. Ну, в общем, я по нефти придерживаюсь тех же мнений, что и в прошлый раз. Единственное, только вот по фунту поменялось, потому что с учетом данного накопления, если бы хотели отсюда сделать выход вниз, его бы, скорее всего, уже сделали. А для того, чтобы полноценно получился, нужно опять-таки перекрывать весь прошлый сегмент, который сделан. Ну, тут у меня сомнения в том плане, что перекроют. Вот. Это вкратце. Спасибо, Денис. Ну, слушай, с учетом ожидаемой волатильности по нет, я думаю, что выбить может всех, и, скорее всего, и вы. Самое главное, чтобы, опять же, выбрать для себя какую-то позицию и непременно ее придерживаться. Потому что… Либо без позиции, что тоже иногда правильно. Конечно. То, что невозможно быть абсолютно уверенным в чем-то и невозможно дождаться от рынка стопроцентной отработки идей. Нужно просто перезаходить при необходимости и добивать свои цели. Так, ну что, тогда я перехватываю тебе слово. Да. Так, Денис, по поводу того, что у нас с фунтом, тоже, ты помнишь, у меня была рекомендация. Мы с тобой, кстати, совпали тогда в прошлый раз, поставив на снижение этого актива. У тебя была своя точка зрения, я ее усилил фундаментом. В данном случае я, пожалуй, все-таки фунт сохраню именно в этих коротких позициях. Честно говоря, бесит меня он очень сильно, потому что я очень часто смотрю движение фунта в корреляции с евро. И даже если мы будем анализировать, опять же, например, дневки, то мы видим то, что евро дал очень хорошую коррекцию за последние, даже, можно сказать, три недели. Вот что касается фунта, здесь какой-то прям застой. И, в принципе, если полагаться на динамику прошлую, то на фунт должен был бы, ну, сходить хотя бы к отметке 1,20 уж точно. Тем более, что в плане фундамента у нас были предпосылки в виде плохих данных по промпроизводству, в сфере услуг и так далее. И к тому же сейчас третий день Джонсон в реанимации. Тоже понимаю, совершенно не очевидно, что это событие должно как-то влиять на курс британца. Но я здесь рассуждаю с позиции именно политической неопределенности. И что касается моей сегодняшней рекомендации, то по поводу евро. Здесь я придерживаюсь короткого сценария и считаю, что продавать можно либо с уровня 1,0890, либо, то есть целый лимит, либо те, кто не хочет ждать, потому что 20-30 пунктов сейчас для евро-доллара, это, в принципе, тоже довольно большой диапазон хода, его можно и не дождаться. Для тех, кто хочет рискнуть, можно продавать сейчас. Причем здесь я буду акцентировать внимание на то, что давление на евро может оказать сегодня потенциальное укрепление доллара, как защитного актива после выхода данных по заявкам на пособие по безработице. Ты все правильно сказал, мы уже негатив отработали, наверное, по этому сектору американской экономики. Но я думаю, что еще не всем понятен масштаб именно вот этих удручающих макроэкономических отчетов и не всем ясен и очевиден масштаб бедствия американского рынка труда. Вот сегодня, кстати, я считаю, что мы реально можем увидеть количество обращений там выше 7 миллионов. То есть в следующий раз, когда мы с тобой увидимся, у нас будет возможность говорить о том, что уровень безработицы в Штатах точно скакнул там в район 10%. Я все жду, когда начнут уходить в доллар как в самый высоколиквидный актив, в самый защитный. Жду, что доллар окажет давление на рисковые инструменты. По еврозоне, как ты знаешь еще, министр финансов после долгой попытки так и не согласовали новый пакет финансовой помощи на 500 миллиардов евро. Уж не знаю почему. Ну, наверное, потому что ведущие экономики не хотят тянуть проблемы европейских периферийных стран. Это, кстати, довольно болезненная тема, потому что если крупные экономики сейчас не хотят помочь мелким экономикам вообще, это поднимает вопрос целесообразности этого валютного блока. То есть я вообще, наверное, один из тех аналитиков, которые давно прогнозируют развал еврозоны. И надеюсь, что ситуация вокруг коронавируса создаст прецедент для того, чтобы это произошло. И, кстати, за Англией будут и другие страны. Поэтому мой прогноз по евро-доллару долгосрочный – это паритетное значение, я жду давно. Но сейчас мы будем руководствоваться целями поскромнее. Если мы сегодня уйдем там в район 1.0850, то там будет рукой уже подать до отметки 1.07-1.06. И что касается нефтянки, Денис, сегодня по поводу прошлой рекомендации мы продавали там с уровня 33.40. Я, честно говоря, вот здесь в диапазоне прикрылся чуть выше уровня 32.50. Небольшой профит, но все-таки профит. Но сегодня я снова предлагаю заходить в продажу из того же самого уровня 33.40. Сегодня, безусловно, будет серьезная волатильность обсуждать сделку по сокращению нефтедобычи. Я думаю, что даже если договорятся, то сокращение будет символичное. И оно точно не решит проблему избытка предложения, потому что по оценкам ряда банков он превышает сейчас 25 или даже 30 миллионов баррель. Да еще и спрос сейчас колоссально падает. Поэтому рынок, наверное, все-таки после волатильности значительно определится и поймет, что проблемы коллапса предложений, коллапса спроса, они никуда не делись и в связи с этим будут развивать уже последующую нисходящую динамику. Вот тут хочется, конечно же, поймать мощную такую скучу вниз и буду стараться сделать это. Тем, кому интересно, разумеется, эта идея по продаже, могут присоединиться. Денис, большое тебе спасибо за то, что уделил сегодня время в очередной раз. Артем, а можно я тебя чуть-чуть перебью? Хотел один маленький нюанс уточнить по поводу нефти. Да, безусловно, падение спроса есть, да, это все наблюдается. Но такой момент, при снятии карантина, в принципе, этот спрос автоматически вырастет, причем вырастет в геометрической прогрессии. Ну, я правильно понимаю? Да, он вырастет, но не так быстро. Я думаю, что если взять, опять же, опыт 2008 года, там и вовсе падение было куда более незначительное по сравнению с тем, что мы сейчас наблюдаем. Но для того, чтобы восстановился рынок, ему понадобилось больше 7 месяцев. Я думаю, что сейчас, боюсь, что в лучшем случае оптимистичные тенденции могут воцарить на этом рынке только лишь к первому кварталу уже 2021 года. Ну, тогда же, насколько я помню, не было искусственно ограничительных мер, то есть в виде карантина. Сейчас создана, получается, искусственная ситуация, то есть не летают самолеты, а те, которые летают, то в основном это спецрейсы либо гуманитарка, и, следовательно, в некоторых странах даже, я знаю, передвижение на личных актов запретили. То есть, соответственно, никто не будет, ну, сейчас, в конце концов, в этих странах никто не заправляется, и, следовательно, спрос у нас, естественно, падает, но он искусственно создан. То есть это не, ну, скажем так, неестественными событиями, получается. Ну, да, это, к тому же, еще одна из составляющих факторов давления на нефтянку. Есть еще и кризис избыточного предложения, вот о чем я говорил. Тут мы в оценке можем уходить очень далеко и, наверное, не докопаемся до реальной истины, насколько этот избыток сейчас критичен для мирового рынка. Но, опять же, как я уже отметил, это уже констатируют все, этот избыток на данный момент существенно превосходит планку в 10 миллионов. Поэтому большие надежды, конечно же, мы возлагаем на те страны, которые должны помочь балансировать рынок на Саудовскую Аравию, на Россию и США. Но вот, судя по тому, как активно они бодаются в последнее время, я думаю, что они не возьмут на себя такую высокопарную задачу, как урегулирование ситуации на рынке нефти в такие короткие сроки, например, как сегодняшнее заседание. Ну, а вот по евро, в принципе, касательно перспектив еврозоны, тут я с тобой согласен, на самом деле. Единственное, только не совсем соглашусь по поводу периферийных стран. Почему? Потому что, если мы говорим про коронавонды, то, соответственно, подобную заявку изначально кто оформил? Это те страны, которые больше всего пострадали, то есть это Италия, это Испания, но это не совсем периферии. То есть периферии, естественно, это более дальние страны, опять-таки Северная Европа, плевать она хотела на остальную часть Европы, они всегда жили обусобленно между собой, то есть у них, в принципе, своя экономика, своя валюта, и они себя очень неплохо чувствуют на самом деле, что с вирусом, что без него. А вот Испания с Италии, да, тем более сейчас в Италии поднимается основа очень жесткого вопроса о референдуме проведения его, точно так же, по примеру, как в Великобритании это было. Поэтому здесь я с тобой согласен. Как бы евро, как, скажем так, политический такой и валютный блок, ну, в современном мире, наверное, не совсем состоялся. Ну, да. Денис, спасибо тебе за комментарии, за внимание, увидимся мы с тобой во вторник, и, кстати говоря, точно будет о чем поговорить после длинных выходных, интересно, как покажут себя. Ну, все тогда, до скорых встреч. Хорошо живем, давай, хорошего окончания недели. Взаимно, пока.